Усилить защиту трудящихся предлагают профсоюзы и речь прежде всего о контрактниках. О возможных механизмах глава Федерации сегодня доложил президенту. Профсоюзное движение объединяет больше 4 миллионов человек, 95% экономически активного населения. Мониторинг соблюдения прав работников – одно из направлений деятельности Федерации. По словам Михаила Орды, настороженность вызывает желание работодателей подчас сэкономить исключительно за счет сотрудников. Речь о так называемом скрытом сокращении или понуждении к увольнению. Президент категорически против таких маневров. Это происходит путем непродления контракта. Это сегодня также происходит путем, когда меняют существенные условия труда и, условно говоря, делают 8 часов в неделю только работы. И если ты не желаешь, ты можешь уволиться. Это по соглашению сторон. Те, кто сегодня остается, понятно, что через месяц видят, что это очень небольшие деньги, что это недостаточно для того, чтобы прожить, и увольняются по соглашению сторон. Соответственно, человеку ничего не выплачивается. Профсоюзы предлагают следующий механизм, что если ты отработал на контракте год, и к тебе нет никаких замечаний, с тобой должен быть продлен контракт на максимальный срок. Этот механизм профсоюзы предлагают закрепить законодательно. Меры поддержки ищут и для коллектива Минского мотовелозавода. Производство не должно быть свернуто ни при каких обстоятельствах, заявил глава Федерации. Еще один вопрос касается самих профсоюзов, а не работников. Это модернизация. Под эгидой Федерации работают 28 отраслевых объединений, в то время как в Германии или, скажем, Китае их 11. Задачу найти золотую середину президент ставил не один раз. Оттого происходит постепенное слияние профсоюзов.